Всем привет! В эфире Универ-Ньюс, а в студии Энджа Минибаева. В зале попечительского совета Казанского университета состоялось заседание Наблюдательного совета КФУ под председательством президента Республики Татарстан Рустама Миниханова. Перед началом заседания президент Республики Татарстан Рустам Миниханов вместе с ректором КФУ Ильшадом Гафуровым совершил обход лабораторий и научных центров КФУ. Президенту продемонстрировали VR-лаборатории, труба горения уникальной виртуальной установки, ознакомились с разработками Центра агро- и биотехнологии КФУ. Также президент осмотрел новый лабораторный корпус научного центра мирового уровня, рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты. Затем в зале попечительского совета Казанского университета состоялось заседание Наблюдательного совета КФУ. Мы объехали несколько лабораторий, которые за последнее время были созданы. Не только лабораторные составляющие, материально-технические базы, но и те темы, которые сегодня в работе, они очень перспективны и очень интересны. Это касается, прежде всего, нашего нефтегазового сектора. У нас есть с чем сравнить. Недавно мы посещали Схолтех, удивлялся я. Оказывается, у нас все это тоже есть. Ну и следующее, это, конечно, биологизация. Это лаборатория, которая позволяет принимать решения и выдавать такие вещи, которые мы даже не предполагали. Среди приглашенных лиц были члены правительства РТ, представители бизнеса общества, а также участники делегации Киргизской республики. Основным вопросом на повестке дня было рассмотрение согласования новой программы развития КФУ. Ректор Казанского университета Ильшат Гафуров доложил о параметрах ее целевой модели. Он напомнил, что программа создается в рамках нового важного федерального проекта «Приоритет 2030», инициированного Министерством науки и высшего образования РФ. Программа позволит реализовать прорывные проекты по стратегическим направлениям научно-технологического развития страны и существенно поднять конкурентную способность нашей территории, нашей республики. Он подробно остановился на ключевых моментах структуры новой программы развития, акцентировав внимание членов Совета на том, что впервые были отдельно выделены политики по основным важным для страны направлениям. Это не только образовательные, научные, инновационные политики, но также цифровизация, кампусная политика, молодежная политика и политика управления человеческим капиталом. Далее ректор КФУ обозначил основные стратегические проекты, которые представляют собой комплекс перспективных инициатив, объединенных по принципу совместной направленности на достижение уникального результата в заданное время. В нашей программе, которую мы вам сейчас презентуем, мы стремимся к тому, чтобы Казань стала также, как минимум, третьей столицей в области образования науки. И, как вы видите, для этого сейчас нам нужно, а, сохранить наши позиции, во-вторых, надо передвигаться. Я думаю, до 30-го года мы это сделаем. Объединив усилия, мы сможем продвинуть Татарстан на лидирующей позиции топ-100 в мире по таким направлениям, как образование, прежде всего, педагогические науки, лингвистики, нефтегазовое дело. Топ-3 в России по таким направлениям, как медицина, биологические, сельскохозяйственные науки, науки о жизни, науки о земле, социальные науки и гуманитарные науки и искусство. Топ-5 в России по направлению химических технологий, математики, компьютерных, бизнеса и экономики. В завершении заседания члены Совета, возглавляемого президентом Республики Татарстан Рустамом Менихановым, согласовали новую программу развития КФУ, а также поддержали проект создания филиала Казанского университета Киргизской республики. Елизавета Никитина, Фариза Хитаглы, Универньюз.